Добрый день, в эфире канал АПС, региональные новости в студии Артемий Заварзин. Сегодня утром с космодрома Плесецк запустили новейший спутник ракета-носитель Союз-2 с космическим аппаратом нового поколения. Успешно стартовала в 9 часов 34 минуты. В этом году это первый такой пуск. За запуском ракеты наблюдал мой коллега, журналист информагентства «Регион-29» Вадим Рыкусов. Мы связались с ним по телефону. Это космический аппарат нового поколения. И, как отметил замминистра обороны Тимур Иванов, все агрегаты работают, штат на полет продолжается. Ракета вывела на околоземную орбиту космический аппарат. Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что запуск ракеты приурочен к 80-летию области и 60-летию космодрома. И на самом корпусе ракеты это даже было отмечено эмблемами. К другим темам. Ровно 75 лет назад, 25 мая 1942 года, нарком военно-морского флота Николай Кузнецов подписал приказ о создании школы Соловецких Юнг. Сегодня, в день юбилея этой, кузницы кадров в Архангельске проходят торжественные мероприятия. С утра ветераны Великой Отечественной войны, будущие защитники Отечества, возложили цветы к памятникам адмирала Кузнецову и Соловецким Юнгам. Мы, когда учились в школе Юнг, мы все время находились на практике на морских судах. И было вооружение у нас там пушка, четыре агрикода там и другие люди, на которые нас обучили и мы старались быть полезны. Мы участвовали в частях архангельских, которые ходили из Архангельска и на север для Тихсона и дальше. Подробнее о боевой и трудовой истории школы Юнг мы расскажем в программе «Автограф дня» в 19.20 на канале ТЭВА-Центр. В эти минуты продолжает работу сессия Архангельской городской думы. В зале заседания работает моя коллега Олеся Кокина. Сейчас она на прямой связи с нашей студией. Олеся, добрый день. Какие решения уже приняли депутаты? Здравствуйте, Артемий. На повестке 38-й сессии городской думы всего 8 вопросов. Во главе актуальных тем для обсуждения бюджета Архангельска администрация областного центра отчиталась об исполнении городской казны за 2016 год. Напомню, бюджет столицы Поморья в прошлом году составил в доходной части 7,9 млрд. рублей, в расходной 8,237 млрд. дефицит составил 7% от доходной части, то есть 298 рублей. Кроме того, городские парламентарии обсудят изменения в бюджет на текущий год и плановый период на 2018 и 2019 годы. Артемий. Спасибо, Олеся. На прямой связи с нашей студией была Олеся Кокина. Она работает на сессии Гурдумы. Репортаж моей коллеги смотрите в 16 часов на канале ПС. А мы продолжаем. На территории региона продолжается паводок. С потеплением началось стаяние болот, поднимаются уровни рек. Для населенных пунктов угрозы нет, а вот транспортное сообщение в некоторых районах нарушено. На Пениге затоплены три моста, закрыт проезд. Дорожное полотно на многих участках продолжает оставаться переувлажненным. Серьезного ущерба паводок не нанес, но там, где необходимо, будет проведен ремонт на средства резервного фонда. Кстати, в этом году в распоряжении дорожников только 15 млн. рублей, а не 76, как в прошлом. Добавлю, что из-за затянувшегося паводка на одну-две недели сдвинулись сроки начала работы паромных переправ, обустройства понтонных и восстановления временных низководных мостов. В Архангельске больше не будет 33-го автобусного маршрута. Договор с предпринимателем расторгнут из-за многочисленных нарушений. Путь следования 33-го автобуса заменит маршрут 15У. Сейчас готовятся документы для определения перевозчика. Кроме того, для удобства жителей левобережных районов и острова Краснофлотский с понедельника 29 мая в часы пик будут уменьшены интервалы движения на 125 маршруте. Автобус курсирует от морского речного вокзала через улицу Дачную и до поселка Катунино. Сегодня в школах по море продолжают звучать последние звонки. 5,5 тысяч выпускников прощаются со школой. Тем временем продолжаются выпускные вечера и в детских садах. Кстати, средний бюджет на устройство праздника для будущего первоклашки оценивается сегодня в пределах 10 тысяч рублей. Верхние границы, конечно же, определяются потребностями и возможностями каждой конкретной семьи. Мы провели свои расчеты. Если раньше достаточно было белого банта и стихотворения на утреннике, то сейчас подготовку к торжественному событию родители начинают за несколько месяцев. Праздничные чаепития модернизировались в банкеты, под которые ресторан нужно заказывать уже в ноябре, чтобы выбрать комфортную дату на май. К примеру, наша коллега Ирина Ившина вместе с другими родителями стала готовиться к выпускному своей дочери еще в середине прошлой осени. В итоге мы решили отказаться от ресторана, поскольку наша цель была сделать выпускной запоминающимся, но при этом бюджетным. В сумме каждый родитель сдал по 3,5 тысячи. Родители оговариваются, старались экономить, использовали все возможные скидки и бонусы. Общий бюджет на организацию выпускного составил 77 тысяч рублей. Праздничный стол обошелся примерно в 7 тысяч, аниматоры 3 тысячи рублей в час, в среднем развлекательную программу заказывают на 3 часа. Каждый ребенок получил в подарок набор первоклассника. Его стоимость варьируется от 700 рублей и выше. На всевозможные подарки, сувениры и грамоты потратили больше 25 тысяч. Вместо выпускного альбома сейчас в тренде фотокниги, тираж в 24 экземпляра обошелся в 18 тысяч рублей, с учетом скидки на оптовый заказ. При этом верстку и дизайн сделали сами родители своими силами. А вот для иллюстрации понадобилась помощь. Поэтому мы приняли решение воспользоваться услугами фотографа. Фотограф присутствовал у нас на открытых занятиях, на одном утреннике, на прогулке снимал детей. То есть в повседневной обстановке, в необычной, чтобы фотографии были жизненные, а не пафосные и специально сфотографированные. Важная трата перед праздником и традиционный знак внимания. Букеты воспитателям и педагогам. Здесь, как отмечают профессионалы цветочной индустрии, тренды тоже поменялись. В среднем один букет обходится от 500 рублей, а заказывают их не меньше 10 штук. Если раньше можно было обойтись одной хризантемкой или гвоздичкой, то сейчас люди уже стараются выбрать более интересные букеты, более разнообразные. Они больше становятся цветы популярны, как альстромерии, пионы. В список расходов к выпускному писан внешний вид ребенка. Девочки покидают садик настоящими принцессами, мальчики – истинными Дэнди. К по-взрослому элегантным нарядам прилагается и взрослая цена. Для того, чтобы собрать на последний праздник в саду девочку, придется изрядно потрудиться и потратиться. Качественные туфли мамы стараются выбирать так, чтобы поносить, если уж не в школе, то хотя бы летом. Цена колеблется от 2,5 до 5 тысяч. Платье для маленькой леди стоит в среднем от 3 до 5 тысяч рублей. Бижутерия для юных модниц по своей стоимости не отличается от взрослой – в среднем – 1000 рублей. Услуги парикмахера выйдут в такую же сумму. Если вместо магазинов обратиться в ателье, то сэкономить не выйдет, а вот соригинальничать получится. Причем форсят не только девочки. Родители Прохора, к примеру, заказали костюм «двойку», брюки и жилет по стоимости обходятся не меньше, чем платье принцессы. Расход на ткань – 1500, пошив – еще 2800. К тому же не обойтись и без галстука, и рубашки. Стоимость последняя – 1200 до 2500. Обувь в среднем – 2000 рублей. Можно найти и дешевле, но и верхнего предела, разумеется, нет. В среднем же одеть ребенка можно в пределах 8000 рублей. Важно в суете подготовки помнить, что ребенок должен сохранить воспоминания не только о яркой шоу-программе, но и о первом друге, детсадовской влюбленности и веселых играх на свежем воздухе. Поскольку у мальчиков и девочек будут еще и торжества, и красивые платья, и элегантные костюмы. А детство случается только однажды. Олеся Кокина, Денис Линчевский, Владимир Орлов, Александр Кузнецов. Архангельское телевидение. В свет вышел свежий номер газеты МК в Архангельске. И вот некоторые темы выпуска на этой неделе. Сенаторам Совета Федерации рассказали, почему к формированию бюджета Архангельской области необходим особый подход. И денег на выполнение социальных обязательств надо больше, чем другим регионам. Об этом на второй странице МК. Что делать садоводам, если на участке до сих пор местами лежит снег? Как уберечь то, что уже посажено? Председатель общероссийской организации садоводов Андрей Туманов рассказывает, как быть с огородом на одной волне. Московский комсомолец подвел итоги всероссийского конкурса «Напиши фронтовику». Со всей страны в редакцию школьники присылали письма. Среди участников акции и ребята из Архангельской области. Трогательные детские письма, обращенные к фронтовикам на 15-й странице. Несчастное привидение. В драмтеатре лики святых и столиц Дмитрия Трубина. Поп-арты Апокалипсис. О самых ярких моментах ночи музеев областной столицы на 16-й странице. МК в Архангельске. Освещаем ярко. Мы продолжим знакомить вас с новостями регионов. 16 часов на канале ПС. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова